Друзья, модуль 9 серии вебинаров, посвященных технологии QML и Qt Quick, описывает возможности интеграции кода на C++ с языком QML. Сегодня мы разберемся, как устроено декларативное окружение Qt, посмотрим, как оно связано с языком QML и разберем, что есть программа на QML с точки зрения C++. Частично мы уже касались этого вопроса в первых вебинарах серии. Также мы рассмотрим возможности и порядок создания нового элемента, научимся экспортировать свойства из C++ в QML, и также разберем, как создавать пользовательские сигналы и слоты. То есть, как получить полнофункциональный QML элемент, используя небольшой объем кодирования на C++. Давайте снова вернемся к технологии Qt Quick и вспомним, из каких компонент она состоит. Во-первых, это набор элементов или компонентов, в том числе графических, которые мы можем использовать в программах на QML. Во-вторых, это декларативный язык QML, который основан на JavaScript, является интерпретируемым языком и выполняется в виртуальной машине. И третий элемент, это API, C++ API, для создания и управления различными компонентами. С точки зрения программы на Qt, все это представлено модулем Qt Declarative, который сегодня мы научимся использовать. Давайте посмотрим, что из себя представляет программа Hello World для технологии Qt Quick. Но посмотрим на нее с точки зрения языка C++. Во-первых, это обычное приложение, вот с таким вот составом главной функции Main. Мы точно так же создаем Co-Application, как это делаем в любой другой программе на Qt. Для тех, кто не знает, Co-Application это объект, который должен быть обязательно создан перед тем, как создаются другие объекты, объекты других классов Qt. Далее мы создаем некоторый виджет, который называется QDeclarativeView. По сути дела это виджет плеера языка QML. И у этого виджета устанавливаем свойство SetSource. Как можно видеть, SetSource указывает на некий файл QML, который мы подключили в качестве ресурсов к нашей программе. И дальше мы выполняем просто отображение этого View, то есть QDeclarativeView этого плеера. И запускаем главный цикл обработки событий, так называемый EventLoop. Это сделано в последней строчке AppExec. С точки зрения профайла, мы должны добавить определение Declarative в переменную Qt и подключить наш ресурсный файл. Это в общем-то все необходимые действия для того, чтобы создать программу Hello World для технологии Qt Quick с точки зрения C++. То есть таким образом, все исполнение QML происходит в некотором декларативном окружении. И виджетом для отображения вот этой сцены, для отображения того, что задано в QML файле, является класс DeclarativeView, который мы можем использовать для любых целей, в том числе для встраивания каких-то элементов на QML в интерфейс, написанный на Qt. Итак, попытаемся разработать наше приложение и создать первый собственный элемент для использования на уровне QML. Создание приложения не отличается ничем от тех приложений, которые мы создавали до этого. Это Qt Quick Project, Qt Quick Application. Давайте выберем, назовем QML CPP. Выберем Desktop. И получим наше первое, первый вариант приложения. Вот он, обычный, стандартный Hello World. Давайте заглянем еще раз в файлы Sources, которые мы имеем. И посмотрим, какую заготовку создал нам мастер. Здесь немножко отличается текст от того, что я вам показывал на слайдах. Однако, по смыслу он выполняет то же самое. То есть, создается объект QApplication. Создается объект Application Viewer. Это единственное отличие. Application Viewer это, по сути дела, наследник QDeclarativeView, о котором мы говорили. Вот он, видите, QDeclarativeView. То есть, это специальный класс для исполнения нашего QML кода. И дополнительные возможности по ориентации. А вот здесь мы видим некоторые различия. Мы видим, вместо SetSource используется SetMainQMLFile. Это принципиальный момент. То есть, мы должны будем поменять это место. Но перед тем, как это делать, давайте попытаемся создать файл ресурсов, чтобы иметь загруженным в приложение наш главный QML файл. Мы это делали уже в одном из предыдущих вебинаров. Поэтому можно без комментариев просто создать new файл. Это будет ресурс файл. Давайте назовем его QML CPP. Добавим новый префикс. Назовем его QML. Или назовем его просто Data, лучше. И в этот префикс добавим пока наш новый файл. Наш новый файл находится в QML CPP. MainQML. Изменим вызов функции SetSource к URL. Должно будем подключить QML. И здесь мы должны будем сформировать строчку, идентифицирующую наш ресурс. QML CPP. Префикс наш называется Data. QML CPP. Имя нашего проекта. И файл называется main.qml. Давайте попробуем, как это работает. Да, вот мы получили Hello World. Для теста можно немножко, например, модифицировать. Например, поставить фонд PixelSize20. И убедиться, что все работает. Для того, чтобы создавать пользовательские элементы, доступные в языке QML, мы должны знать следующее. Во-первых, все невизуальные элементы, которые, например, хранят данные, являются наследниками QObject. И если же мы создаем какие-то визуальные элементы, аналоги, например, Rectangle, то мы должны использовать в качестве базового класса QDeclarativeItem. Сейчас мы попробуем это сделать. Для того, чтобы объявить и подключить новый тип, то есть, чтобы использовать вновь созданный элемент в программе на QML, мы должны выполнить, в общем-то, три действия. Первое, это создать класс наследник от QDeclarativeItem или QObject. Мы должны зарегистрировать новый тип в нашем декларативном окружении, для того, чтобы интерпретатор или вот этот исполнительный механизм QML знал о существовании такого типа, знал о его свойствах. И дальше, стандартным образом, с помощью инструкции Import, импортировать этот тип. И с этого момента тип ничем не будет отличаться от стандартных типов, стандартных элементов. Настало время создать наш собственный элемент, который мы будем использовать на уровне QML. Перед тем, как это сделать, давайте убедимся, что все предварительные действия у нас сделаны успешно. Первое. У нас есть main файл, в котором мы устанавливаем setSource, указывая QML файл из файла ресурсов. То есть, наше содержимое QML программы будет загружено вместе с приложением. Оно будет в составе этого приложения. У нас имеется ресурс файл, где мы подключили вот этот вот файл. И у нас есть определение QDeclarative в профайле. Но в данном случае оно находится не в профайле, а в файле Application Viewer. Класс, который создан для отображения нашего QML элемента. Вот включено флажок Declarative. Все. С этого момента мы можем начать создание нашего собственного элемента. Что же за элемент мы будем создавать? Давайте создадим ellipse, который будет иметь точно такой же синтаксис, похожий на rectangle. Например, вот такая конструкция должна будет быть работоспособной. Прекрасно. Закомментируем пока эти строчки и вспомним, что требуется для того, чтобы создать новый элемент. Требуется выполнить три шага. Первое. Это создать подкласс QDeclarative item. Второе. Зарегистрировать новый тип, указав этот класс в качестве бакенда на C++. и подключить новый элемент в программе на QML. Давайте выполним все эти действия. Прежде всего, создадим новый класс. Выберем C++ класс. Назовем его ellipse item. И в качестве базового класса здесь требуется указать QDeclarative item. Информацию о типе он будет также наследовать от QDeclarative item, что мы видим установлено по умолчанию. Посмотрим, что же за класс у нас получился. Это обычный Qt класс. Кообжект присутствует в определении. Конструктор отличается тем, что в качестве парента он принимает не QObject, так как принимают все классы наследники QObject и не QWidget, как принимают все наследники QWidget, а QDeclarative item. Для того, чтобы обеспечить отрисовку нашего нового элемента в декларативном окружении, требуется сделать две вещи. Первое, это перегрузить метод paint. Давайте это сделаем. Выглядит он следующим образом. У нас есть painter, который передается сюда. Есть опции и виджет, который нам не потребуется. Определим сразу с помощью рефакторинга тела этого метода. Реализуем его. Для того, чтобы использовать painter и style option graphics item, потребуется подключить заголовочные файлы. это qpainter, это qpainter, Option Graphics Item Обратите внимание, что в данном случае Painter передается нам извне При программировании виджетов, те кто это делал, обычно мы отвечаем за создание Painter самостоятельно А здесь, поскольку он передается нам извне, потребуется обращаться с ним максимально осторожно То есть Painter Save Мы сохраним состояние нашего Painter перед использованием и восстановим его после И давайте, собственно, реализуем отрисовку нашего эллипса Painter Давайте сделаем Set Pen Скажем, это будет какой-нибудь красный карандаш И отрисуем эллипс Эллипсу требуется прямоугольник, в котором он будет расположен Такой прямоугольник передается нам через параметр OPS По традиции он назван RECT Еще одним действием, которое требуется сделать для того, чтобы новый элемент стал видимым на уровне QML Стал обладать каким-то формой, каким-то изображением Требуется отключить флажок, который по умолчанию устанавливается у декларативных элементов Флажок говорит о том, что элемент не имеет никакого внутреннего содержимого Это, в общем-то, наследие Acute Graphics Framework Который используется для манипулирования объектами на сцене Включить флажок можно следующим образом Вот, теперь Пытаемся это откомпилировать Отлично Компиляция прошла без ошибок И элемент Эллипс Вернее, его бакенд, написанный на C++ Полностью готов Следующее действие, которое необходимо выполнить Это зарегистрировать новый тип Новый декларативный тип В декларативном окружении То есть, дать знать QML-плееру О том, что вот есть новый тип Который Может быть использован в программах на QML Для того, чтобы Это сделать Надо пойти в Main Подключить наш новый Заголовок Заголовок Возвольтся EllipseItem И воспользоваться шаблонной функцией Которая позволяет зарегистрировать Новый тип RegisterType Аргументом Шаблонным аргументом является Класс Нашего элемента EllipseItem И функция имеет 4 параметра Первый параметр Это имя пакета Которое мы будем подключать Давайте сделаем его Shapes Дальше Старший и младший номер версии Предположим у нас будет версия 1.0 И Третий Четвертый параметр Это имя Типа Которое мы будем использовать в окружении QML Обратите внимание, что Сам Бакенд Сам класс, который обеспечивает Основную функциональность Ellipse Называется у нас EllipseItem А тип, который мы экспортируем В декларативное окружение Называется Ellipse Выполним компиляцию Все прошло без ошибок Давайте попробуем Раскомментировать Те строки, которые Мы закомментировали Пока запустить программу Мы не можем Поскольку нам Требуется Выполнить импорт Импорт Наш пакет Называется Как мы его назвали Shapes И он имеет версию 1.0 Вот вы видите После этого Ellipse стал у нас Распознанным типом То есть Qt Creator Разобрался С Подключаемым элементом Понял, что у нас есть Такой тип И давайте посмотрим Что получилось Вот Вы видите, что у нас Есть Красный Эллипс Который В общем-то Ведет себя Вполне ожидаемым образом Вот Обобщая то, что было сделано Можно сказать, что мы Создали Новый тип Для создания нового типа Требуется Выполнить две вещи Это создать Бакенд На языке C++ И зарегистрировать Этот бакенд В Декларативном окружении После чего Элемент может быть Использован на Языке QML То есть Мы можем его просто Экспортировать Импортировать И Использовать Так же Как любой другой Элемент Для того, чтобы Определить Свойства Созданного Элемента Мы должны Воспользоваться Макросом Купроперти Нам недостаточно Определить Просто Свойства Внутри Класса Мы должны Его Соответствующим Образом Продекларировать Декларация Заключается В следующем Во-первых Мы должны Определить И показать Какой у нас Тип Этого Свойства Должны Явно указать Функции Getter и Setter То есть Функции чтения И Записи Это свойства И должны Показать Какой Сигнал Будет Генерироваться При Изменении Этого Свойства Или задать Нотификатор Все это Можно сделать С помощью Макроса Купроперти Который Мы помещаем В Заголовке Нашего Класса Наследника Кудекларатив Айтем Давайте попробуем Определить Свойства Для нашего Элемента Следующим Нашим Шагом Будет Добавление Свойства Ну Очевидно Что Поскольку Мы имеем Фигуру Эллипс Очень Хотелось Бы Иметь На языке QML Следующую Возможность Color Предположим Green В настоящий Момент Попытка Выполнить Эту программу Приведет К следующей Ошибке Что Да Мы пытаемся Присвоить Значение Несуществующему Свойству Color Или цвет Давайте Исправим Ситуацию И добавим Свойства Color В наш Элемент Фактически Мы должны Определить Это свойство На Backend То есть В классе Эллипс Сайтом Который Мы создали И Это свойство Будет автоматически Экспортировано Наверх Делается Это следующим Образом Во-первых Мы заводим Переменную Которая Будет Хранить Наш Цвет Мы создаем Функцию Reader Функцию Writer И Механизм Нотификации То есть Сигнал Давайте Сделаем Соответствующие Объявления Это будет У нас Reader То есть Функция Которая Получает Значение Цвета Это будет У нас Функция Установки Значения И Сигнал Назовем его Color Changed Будет излучаться Всякий раз Когда Значение Цвета Поменялась Для того Чтобы Продекларировать Наличие Такого Свойства Воспользуемся Макросом Купроперти Купроперти Который Имеет Следующие Параметры Тип И имя Нашего Свойства Обратите Внимание Что все Параметры Перечисляются Без Точек Запятых Прямым Текстом Первый Момент А второй Момент То что Мы Никак Не декларируем Связь Вот этого М-Color С вот этим Color Свойством Кроме Как Через Значения Функции Сеттера Геттера И нотификатора Давайте Их тоже Определим Read Это функция Чтения Color Write Это функция Записи Значения Set Color И Нотификатор То есть Нотифаи Color Changed Color Changed Вот эта Декларация Позволит нам Точка запятая Здесь лишняя Позволит нам Видеть Это свойство На Уровнику ML Теперь давайте Реализуем эти методы Метод получения Цвета Будет Выполнен Тривиально Метод Установки Цвета Будет Выполнен Почти Тривиально Нам потребуется Проверить Если M Color То есть Значение Текущего Цвета Не равно Color Поставить Параметр То в этом Случае Мы будем Заниматься Его установкой M Color Равно Color И Emit Color Changed В противном Случае Никаких Действий Выполнять Не будем Давайте Откомпилируем Эту программу Все вышло Без ошибок Попытаемся Теперь Да Мы забыли Сделать Очень важную Вещь Забыли Проинициализировать Значение Цвета Здесь Теперь Можно попытаться Запустить Нашу программу Как мы видим Ничего не Произошло Почему Потому что Мы Не сделали Здесь Установку Этого Цвета Setbrush Mcolor Вот мы Видим Что Color Стал Зеленым Давайте Попытаемся Понять Почему Он Зеленый А не Черный Как Это Было Задано Это Происходит Потому что Мы Уже Установили В qml Файле Цвет На Зеленый Если Мы Этого Не сделали То По всей Видимости Мы Бы Получили Нет Не Получили Давайте Поймем Почему Это Произошло Давайте Еще раз Внимательно Посмотрим На Здесь Инициализируем Цветом По всей Видимости Требуется Сделать Clean QMake Build В большинстве Случаев Это Первое Действие Которое Требуется Выполнить При Вод При Проблемах С Функционированием Отлично То есть Весь наш Код Написан Правильно Давайте Еще раз Убедимся Что Установка Цвета Действительно Нам Подвластна Вот Прекрасно Мы Даже Можем Попробовать Сейчас Установить Этот Цвет С помощью Стандартных Доступных Нам Комель Средств Воспользуемся Моус Аре Зададим Эллипсу Идентификатор My Эллипс Fill My Эллипс On Clicked My Эллипс Color Равно Предположим Red С первого раза Не завелось То есть Мы кликаем мышкой На Эллипсе Цвет Его не меняется Скорее всего Это произошло Потому что Мы Забыли Вызвать Да Мы забыли Сделать Update Для того Чтобы Обновить Изображение Нашего Элемента Сейчас Это Да Сейчас Заработало Прекрасно Таким Образом Мы Добавили Параметр Цвета В наш Элемент Естественно В типах Создаваемых На C++ Для Использования В декларативном Окружении То есть На языке QML Хочется Иметь Возможность Определять Какие-то Пользовательские Сигналы И Слоты У нас Есть В общем-то Следующее Соглашение Мы Можем Определить Сигнал Стандартным Образом Автоматически Он будет Экспортирован С уровня C++ На Уровень QML И Автоматически Мы сможем Использовать Обработчик Этого Сигнала Имя Которого Будет Сформировано Так же Как Сформировано Имя Любого Обработчика Сигнала Которым Мы уже Привыкли На языке QML То есть Это Префикс Он И дальше С большой Буквы Имя Сигнала Создавая Сигналы Для Элементов Наверное Стоит Придерживаться Такого Соглашения Что имена Самих Сигналов Должны Быть Простыми Начинаться С маленькой Буквы И по Возможности Состоять Из Одного Или Двух Может быть Склеенных Слов Аналогично Мы можем Добавить В наш Элемент Функции C++ Слоты Будут Как было Уже Сказано При обсуждении Предыдущего Слайда Будут Экспортированы Автоматически И Как правило Эти слоты Используются Для Методов Без Возвращаемого Значения То есть Если у вас Есть функция Которую Вы хотите Видеть На уровне QML И эта функция Не предназначена Для возвращения Какого-то Значения Вам достаточно Объявить Эту функцию Слотом То есть Фактически Поместить Прототип Этой функции В секцию Слот Заголовочного Файла И она Автоматически Будет вам Доступна На уровне QML Если же У вас Стоит задача Создать Функцию Которая Возвращает Какое-то Значение Вы должны Использовать Макросы Invocable И Явно Продекларировать Эти функции Для декларативного Окружения Что мы сейчас И попробуем Сделать Перейдем К завершающей части Нашего Практического Примера И попытаемся Добавить В наш Создаваемый Элемент Различные Сигналы И Напишем Обработчик Этого сигнала На уровне QML Первым делом Создадим Какую-то Почву Для события Я предлагаю Воспользоваться Таймером Давайте Сделаем Таким образом Старт Таймер Запустим Таймер С Частотой 50 герц И Напишем Следующую Функцию Обработки Таймера Как вы знаете Для обработки Событий Таймера В QML Вернее В Qt Есть Виртуальная Функция Которая Называется Timer Event Она Имеет Такой Прототип И Очень Просто Воспользоваться Таймером На Языке Qt C++ Заведем Счетчик Который Будет Отображать У нас Проценты И Инициализации Нашего Объекта Предположим Ready Каждое событие Таймера Мы будем проверять Значение Переменной Ready И когда Она достигнет Значения 100 Мы Излучим Сигнал И для Того Чтобы Какую-то Тонкую Обработку Визуализации Вот этого Процесса Инициализации Объекта Позволит Сделать Мы будем Еще Имитировать Сигнал Об изменении Состояния Готовности Так Нам понадобится Два Сигнала Давайте Их Определим Сразу Void Ready Скажем Value Ready Changed IntValue Здесь мы будем Передавать Процент Готовности И Void Ready Просто Ready Этот сигнал Будет излучаться Когда Мы будем Иметь Полностью Инициализированный Объект Давайте Попробуем Реализовать Данную Логику Во первых Нам потребуется Подключить Класс TimerEvent TimerEvent Мы будем Мы будем Проверять Если Ready Больше Или Равно 100 То Инициализация Завершена То есть Мы будем Уничтожать Таймер Таймер ТаймерEvent Возвращает Нам Идентификатор Таймера А KillTimer Его уничтожает Вот Дальше Дальше Будет Возникать Событие Ready В противном Случае Мы будем Просто Увеличивать Значение Переменной Ready И Делать Тоже Излучение Сигнала Ready Changed С новым Значением Ready Вот Таким Образом Давайте Для Отладки Добавим Вывод В консоль Для того Чтобы Увидеть Что На уровне C++ На уровне Backend Наш класс Работает Корректно Для этого Мы подключим CudiBug И здесь Перед Излучением Сигнала Ready Будем Писать Ready А Перед Излучением Сигнала Ready Changed Будем Писать Ready Ready Changed Соберем Нашу Программу Где-то Мы допустили Ошибку Эмит Эмит Ready Это не функция Посмотрим Ага Понятно Давайте Напишем Ready Done Вот Ready Ready Changed Ready Вот Мы видим Что в течение Примерно Двух секунд У нас Значение Меняется Мы можем Даже Его сюда Добавить Вернее Не сюда А вот сюда Добавить Значение Текущее Вот оно Меняется И вот Когда достигает 100% Излучается Сигнал Ready Прекрасно Теперь Попытаемся Вот этот Вот Оба этих Сигнала Обработать На уровне QML Для начала Давайте Разберемся С сигналом Ready Done Вот он Наш Файл Main QML Перед тем Как этим Заняться Я предлагаю Организовать Наши Элементы В Колумн Для того Чтобы было Отлично Удобнее На них Смотреть Создадим Такую Визуальную Композицию Чтобы был Элемент И подпись К нему Скажем 100 100 Да Отлично И теперь Попытаемся Отработать Сигнал Ready Ready Done Для того Чтобы это Сделать Мы можем Просто Воспользоваться Обработчиком OnReady Done Определим Его следующим Образом Color 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 Равен Предположим Blue То есть После Инициализации Объект Должен Стать Синего Цвета Попробуем Попробуем Вот Это произошло И теперь Попробуем Изменить Надпись Hello World На значение Инициализации Сделаем Это Следующим Образом Достаточно Задать Идентификатор Нашего Текста Ready Ready Status Назовем Его И Еще Один Сигнал Который У нас Есть Он Ready Changed К сожалению Среда Разработки Не позволяет Нам Видеть Что Свойства И сигналы Корректны То есть Она их Подчеркивает Но Тем не менее Выделяет Ready Changed И Здесь Напишем Следующее Напишем Ready Status Текст Присвоим Значение Ready Откуда взять Значение Ready Значение Ready Берется Из Описание Сигнала Вот У нас Продекларирован Сигнал Здесь Есть Value Вот Это Value Существует Внутри Вот Этого Обработчика Достаточно Написать Просто Value И Это Это Должно Сработать Сработать Да Таким образом Мы получили Полностью Работающий Новый элемент Который Содержит Сигналы Свойства Который Обладает Всеми теми Характеристиками Которые Имеет Обычный Визуальный Элемент Таким образом Мы научились Писать Бакенд На C++ Для любых Своих Новых Элементов Очередной Вебинар Подошел К концу Вы можете Писать По всем Вопросам Которые Связаны С Технологией QtQuick QML А так же С форматом Вебинара По E-mail адресу Указанному На этом Слайде Так же Пожалуйста Можно Использовать Форум Для того Чтобы Задавать Какие-то Вопросы Или Обсуждать Технологии QML И QtQuick Указанному 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 Указанному